приветствую церковь дорогая народ божий братья и сестры раньше быть вместе с вами пребывать слове анализировать свое сердце свое мышление туда куда мы направляемся потому что сегодня очень важно нам понимать и анализировать и понимать куда я иду куда я двигаюсь какой накак какие мои ориентиры какие мои цели жизни потому что сегодня мы можем сбиваться все coordinating нас может обманывать потому что она испорчена к но лукавая она нас может обманывать и сегодня очень важно знаете если смотреть сегодня иван и евангелие то за христом следовал очень много людей. Написано в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 60 стиха, написано, что многие из учеников Его слышат, то говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Но Иисус знает сам себе, что ученики Его ропшат, на то сказал им, это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плод не пользует немало слова, которые говорил вам Суть, Дух и Жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Иисус от начала знал, кто Суть неверующий, и кто предаст Его и сказал, для того, и говорил я вам, что никто не может прийти ко Мне, если что-нибудь оно ему, это самое. С этого времени многие с учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Если смотреть шестую главу, Иисус, за Иисусом ходило много людей, много людей шло за Христом, потому что Он исцелял, потому что Он врачевал, потому что Он добавил хлеб, это было, потому что люди себя чувствовали в безопасности. Когда Иисус начал говорить о вещах духовных, чтобы человек определился или сделал свой выбор в жизни, Он начал говорить им о заповедях, кто будет пить Мою кровь и есть Мою плоть, это говорится о том, что кто примет Меня, поверит в Меня, тот, кто будет не стесняться говорить обо Мне, потому что многие люди ходили, и они боялись говорить о Христе, то, что они верят в Него, по причине того, что их отлучат от синагоги, и сегодня, может быть, в нашей жизни разные причины, когда мы идем за Христом только потому, что нам удобно, только потому, что нам выгодно, только потому, что нам хорошо. Но Бог нас находит такими, но Бог сегодня хочет что-то большее, Бог сегодня хочет, дорогой друг, чтобы ты сегодня в жизни определился. Потому что написано, что когда Иисус начал говорить о духовных вещах, написано, что многие из того времени отошли, перестали за Ним идти. Написано только ученики, которые сказали, когда Иисус спросил их, может ли выходить отойти, написано, что Петр говорит, куда нам идти? Кому нам идти? У тебя есть глагол и вечная жизнь. Вы знаете, первое, то, что Иисус сегодня хочет, чтобы каждый человек на этой земле, каждый из нас, он поверил в Господа, не просто как тот, который дает кусок хлеба, или тот, который заботится о нашей плоти здесь на земле, или заботится о наших нуждах. Бог хочет, чтобы мы с ним поверили во Христа, как в Мессию, как в то семя, которое Бог пообещал еще Авраму, в котором благословался все народы земли, как в Спасителя Христа и Господа, о котором говорил Моисей и пророки, которые все говорили и предвещали о том, что придет Спаситель, и предвещали о страданиях Христовых. Сегодня Бог хочет, чтобы мы поверили во Христа, как в Бога, как Господина нашей жизни. Знаете, и когда нам надо делать такой выбор, мы затрудняемся. И сегодня, несмотря на жизнь, что многие от Него отходят. Что нужно, чтобы сегодня иметь вот эти отношения, это посвящение следований за Христом? Ивана 8,31 написано, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него, иудеям, смотрите, Бог сегодня говорит к уверовавшим людям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Первое, то, что говорит Бог, в нашем посвящении мы должны посвятить себя Слову Божьему, потому что Слово Божие, оно нам напоминает, оно говорит нам о нашем Боге. Оно говорит от начала книги, бытия, и заканчивает книги откровением, которое говорит о нашем Господе Иисусе Христе. И вот это слово, пребудете, если смотреть значение этого слова, это состояние отношений, состояние оставаться во Христе. То, что Иисус сказал, когда Он приводил пример, виноград на лозе, если пребудете на лозе, вот этого хочет Бог, чтобы мы сегодня пребывали в Нем, и Он в нас. Как это? Если пребудете во Мне, и Слово Мои в вас, то вы истинно Мои ученики. Пребывание, это и есть переживание Божьего Слова в моей жизни. Это когда я пребываю в Слове, когда я понимаю то, что от меня хочет Бог, когда я его исполняю и переживаю в своей жизни. Это очень важно сегодня. Если я сегодня Слово не переживаю, если я его только знаю, или если я им только набиваю голову, но я его не переживаю в своей жизни, исполняю его в отношениях со своими ближними, всеми, с женами, с детьми, с братьями, в служении, то Слово, оно будет мертвое. Сегодня я должен переживать Слово Божье в своей жизни. Иисус говорит, если пребудете в Слове, первое, в посвящении нам нужно пребывать в Слове, второе, заповедь новую вам даю, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнаем все, что вы, мои ученики, если...